Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. Сегодня поговорим об армии, о том, как продолжается осенний призыв в этом сезоне. Также подойдем итоги весеннего призыва и узнаем, как все это происходит на фоне не самой лучшей вирусной ситуации. У нас в студии, вновь в студии, Александр Королев, военный комиссар городского округа Люберцы Дзержинской, Котельники и Лыткарина Московской области. Здравствуйте! Добрый день! Мы с вами встречаемся второй раз. Тогда мы говорили о сложном, невероятном, на мой взгляд, сложном весеннем призыве, потому что было особое время, когда мы находились не только на удаленке, но и был главным девиз оставаться дома. Тем не менее, армия дома не оставалась, продолжала работать практически в стопроцентном своем режиме. Тем не менее, в тех условиях, в которые мы были все поставлены. Сейчас у нас осенний призыв, да? Он начинается и продолжается до какого? С 1 октября указом президента начался осенний призыв вооруженной силы Российской Федерации 2020 года. Но до конца года мы практически выполняем эти задачи. То есть до 31 декабря? До 31 декабря, да. И сразу хотелось бы подвести вкратце итоги весеннего призыва, так чтобы было понятно, мы на что-то опирались. В общем и в целом, как говорится, мы руководствовались основными задачами, которые были нам определены руководством Генерального штаба, руководством военного комиссариата Московской области. И сразу могу сказать о том, что задачи, которые нам были определены, мы выполнили в полном объеме и были отмечены, так сказать, руководством. Все, что касается муниципального образования, мы в общем этом контексте тоже самое, как говорится, работали. Специфика деятельности была своеобразная ввиду того, что много приходилось делать того, что было не свойственно военкоматам. Я говорю в первую очередь о том, что не все военнослужащие вызывались сюда в военный комиссариат, для того, чтобы, так сказать, по ним было принято своевременное решение. Только те категории военнослужащих, которые непосредственно, так сказать, изъявляли желание служить в вооруженных силах. Я скажу, что у нас в наших трех, я говорю, за трех муниципальных образованиях и Люберцы отдельно, город наш, значит, в целом, как бы, отнеслись к этим вопросам люди ответственно. Значит, прибыло то необходимое количество людей, минимальное, так сказать, объявленное нами и назначенное на период, когда, вот, мы определили конкретное количество, все они прибыли в срок указанный, и мы все их своевременно подали в вооруженные силы. Срочно, да. Срочно, да. Естественно, призывники, которые ушли служить в российскую армию, значит, на срочную службу. И вернуться следующей весной. И вернуться следующей весной, да. Вот, хочется отдельно, так сказать, обратиться и сказать спасибо родителям, которые правильно мы с ними взаимодействовали и находили общий язык в этих вопросах, так сказать, и сами ребята, призывники наши, которые ответственно отнеслись к этим мероприятиям, не позволили у нас, так сказать, какой-то не то, чтобы даже вспышки какой-то эпидемической создастся там на территории военкомата, а стало быть туда, на призывной пункт, в областной военкомат быть перенесенной, ну и отдельно взятых, так сказать, случаев, то же самое нам удалось избежать. То есть сначала это происходит у вас, потом областной пункт, а потом уже войска. Да, 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 конечно. Да, это ответственный момент, который, собственно говоря, вот, на который мы основное внимание обращали и тогда весной, и руководствуемся теми наработками, которые были, так сказать, нами произведены весной в нынешней ситуации, когда начинаем осенний призыв. Сейчас, еще один такой вопрос. У вас есть какой-то контакт вот с весенними призывниками? Вы в курсе о том, как они проходят? Значит, мы стараемся очень тесно контактировать с ребятами, которые ушли в отдельно взятые воинские части. По мере возможности я понимаю, что, и, конечно же, не буду голословным, в том смысле, что всех охватить мы не можем, но большая масса, как бы мы, так сказать, охватываем их в воинские части, изучаем их и сопровождаем воинскую службу там в течение года, для того, чтобы сюда они вернулись к нам опять-таки, так сказать, и были востребованы. Во-первых, переданы в родительские руки, да, и востребованы потом на тех работах или той видом деятельности, которым они занимались здесь, непосредственно в городе. А, кстати, если их чем-то там награждают, какими-то грамотами, вам тоже об этом? Да, командование части, так сказать, передает эти грамоты, уведомляет нас, мы родителям, через родительские комитеты, если там это какие-то учебные заведения, через руководители организации, предприятия, если они работают, ну и, так сказать, эту работу, наоборот, мы стараемся популяризировать и ее, так сказать, постоянно ведем. Вот теперь, прежде чем мы поговорим о очередном призыве, скажите, пожалуйста, какие категории? Вот у нас же есть еще студенты, то есть студент, который находится на обучении в высшем учебном заведении, он же не подлежит призыву, он получает отсрочку определенную? Да. Так, как это работает сейчас? Давайте так, значит, основная задача, которая поставлена заместителем начальника генерального штаба, начальником главного организационного управления, генерал-полковником Бурдинским, первое и основное, значит, свести к минимуму случаи заболевания, то есть угроза для жизни и здоровья не только, так сказать, призывников, но и сотрудников военкомата должна быть искоренена. То есть все меры, исчерпывающие для этого, так сказать, и наработки, еще раз повторяю, которые, так сказать, были весною нами опробованы, ныне действуют. Мы действуем по точно такому же сценарию и плану. Теперь, подходя вот к плану к вашему вопросу, так сказать, о котором вы задаете, кого мы берем? Опять же, так сказать, вот опробованная система работы именно с людьми, которые сами желают по собственному желанию служить вооруженных сил. А как? К ним приходит повестка, и они сообщают? Мы заблаговременно оповещаем, так сказать, людей, ведем оповещение повесточками. Но одно дело, когда повестка, а другое дело, не хотите ли вы? Как это происходит? Происходит это в соответствии с законом, федеральным законом 53-м. Да, повесткой. Потому что, ну, как бы, это наиболее такой эффективный способ оповещения. И, так сказать, людей, которые у нас уходят служить в вооруженные силы, они, собственно говоря, это люди, которые либо уже отучились в учебных заведениях, либо, так сказать, им, они взяли академический какой-то, так сказать, отпуск. Даже такие? Да, да, да. В связи с тем, чтобы служить в вооруженных силах. Ну, в силу разных причин. А есть те, у которых нет никакой отсрочки? А есть те, у которых нет никакой отсрочки. Ну, то есть, ну, они подлежат призыву вооруженной силы, и они приходят в военкомат установленным порядком. Мы, так сказать, оформляем на них документы, мы смотрим внимательно, так сказать, рассматриваем. Каждый отдельно взятый случай. Состав комиссии не изменился. И составом комиссии руководит председатель комиссии. Это, как правило, глава или его заместитель каждого городского округа. И члены комиссии в составе, так сказать, в полном составе определяют уже окончательное решение, выносят по отдельно взятым. Те люди, которым дана гарантированная отсрочка, гарантированная отсрочка от армии, то есть, вот они мучатся на протяжении, допустим, четырех лет, бакалуриат, да, или магистратуру там поступают, да. То есть, нет необходимости создавать вот за счет них там массовость на этих сборных пунктах, военкоматах и так далее. То есть, ну... Но они их могут вспомнить после того, как они закончат на магистрате. Да, после того, как закончат. Но дело в том, что сейчас просто, так сказать, для того, чтобы минимизировать количество прибывающих, мы их изучаем заблаговременно. Вот я хочу донести эту мысль о том, что, ну, такой необходимости нет там всем прибывать, как говорится, на этих сборных пунктах хватает, да. Потому что, если мы заблаговременно видим, что человеку еще учиться, допустим, в течение четырех лет, ну, мы заочно с ним работаем, так сказать, в дистанционном управлении и отслеживаем его, так сказать, передвижение, перемещение, ну, и дальнейшее состояние. Если там что-то меняется, если каким-то образом там происходят какие-то изменения в его судьбе, значит, заблаговременно информируем, соответственно, призывные комиссии. Хорошо. У меня вот такой вопрос. Вопрос по документам. Понятно, что у нас с самого рождения масса всевозможных документов. Как сегодня работают военные документы? Есть ли возможность их утери? Я имею в виду даже не разговор о том, что кто-то пытается убежать, получает повестку, или наоборот, он ждет повестки, а повестки не приходят, а документ его утерян вообще непонятно, он призывного, не призывного. Есть такие случаи? Нет. Во-первых, мы начнем с того, что не освобождает гражданина от ответственности. Зато и в связи с тем, что он, так сказать, не получил повестку. Ну, вот личное дело, вы его взяли и утеряли? Такой вариант возможно? Нет. Мы, когда выдаем, у нас же несколько этапов изучения есть призывников. Вот первоначальная постановка на воинский учет начинается с 16-летнего возраста. Вот с 16 лет мы начинаем изучать ребят, тех, которые гипотетически с 18 через 2 года пойдут служить в вооруженных силах. И ему выдается удостоверение этого призывника, в котором четко написано, что он должен явиться на призывную комиссию в тот момент, когда, так сказать, его не надо даже вызывать. Он сам в соответствии с Конституцией, в соответствии с законами федеральными, он должен сам явиться в военный комиссариат и поставить в известность. В случае, если он куда-то переезжает, выезжает, меняет место жительства, допустим, и какие-то условия жизни меняются. А если он приходит, а его личного дела нет? Такого не бывает. Личное дело, ну, это практически невозможно сделать. Во-первых, здесь существует электронная база. Военкомат, он, собственно, предназначен для того, чтобы вести воинский учет, независимо от того, ведется он в муниципальных городах или на предприятиях. Может вообще, я не про ваш военкомат, в принципе, может произойти утеря? Как тогда человеку действовать? Как ему доказать, что он невиноват? Я веду к тому, что... Утеря документов по вине самого призывника или по вине сотрудников военкомата? По вине сотрудников. Но это легко восстанавливается. Еще раз говорю, у нас же существует не только там картотека этих личных дел, которые, так сказать, визуально можно потрогать, и они все существуют в наличии с этим. Потом передаются в архивы и так далее. Есть же электронная версия, электронная база. То есть, ну, утерять здесь очень сложно. Найдут. Найдут, конечно. Сколько народу бегает сейчас? Вот от весеннего призыва были такие случаи, что вы посылали, а человек никак о себе не давал знать. И должен ли он о себе дать знать, либо он должен пересидеть? Человек, любой гражданин, еще раз говорю, в соответствии с федеральным законом 53, который регламентирует действия гражданина в этом случае, обязан уведомить военкомат в случае какого-нибудь смены места жительства, смены места работы. То есть, бывает, у нас субъект такой, что мы можем вполне, так сказать, каким-то образом... Гибко поступать. Да, гибко поступать. Потому что кто-то работает в Москве, живет здесь, правильно? То есть, в течение трех месяцев он обязан стать на учет туда, в тот военкомат, где, так сказать, он зарегистрирован, где он прописан, где он, так сказать, имеет место жительства. Он живет здесь, вы послали ему повестку, а он не дает о себе знать. Ему как? Нужно перетерпеть, переждать, пока вы от него отстанете? Либо к нему могут быть применены какие-то санкции, приведут за руки? Мы от него не отстанем, если говорить уже вашим языком. Нет, существует определенный алгоритм действия, такая методика по этому поводу, так сказать. Существует работа, связанная с розыском граждан, которые не появляются в присутствии, так сказать, представители органов внутренних дел, участковых, которые вместе с сотрудниками военкомата ходят по адресам. Но это же не после первой повестки? Вы, наверное, повторно можете послать или как? Мы повторно, конечно, посылаем. После первой повестки, если, допустим, человек не появляется, вторая повестка к нему и туда доставляется. А потом уже осуществляется розыск. И если его, например, находят, он говорит, я этих повесток не видел, я в почтовый ящик не заглядываю. Или вы приходите прямо домой? Прямо домой. Если его находят, соответственно, он приходит в военкомат, и мы ему вручаем в его присутствие под роспись повесточку. А, и говорим, что от нас никуда не имеешься. Да, да, да. Меньше стало обжаловать это деяние очень сложно, поэтому в этом вопросе отлажен механизм, существуют приказы соответствующие. Меньше таких стало беглецов? Беглецов стало меньше. Я не знаю, мне трудно эту статистику, вот эти параллели проводить. Ну, то есть, как бы, сравнивая, допустим, весенний и осенний призыв, тяжелое было тогда время, более тяжелое, чем сейчас. То есть, закрытые предприятия, люди находились, так сказать, по сути дела, по своим местам, в изоляции, да, и трудно было, так сказать, работать в этом направлении. Но мы приблизительно его констатируем одинаковое количество, вот оно, сейчас. Ну, по итогам вот этого призыва будет возможность, если я еще раз выступлю, так сказать, проведем параллели, и там уже статистикой займемся. Хорошо. Сейчас мы сделаем небольшую паузу, и как раз вот во второй части поговорим о новом призыве, и о сравнении тоже можем поговорить. Напомню, что у нас в студии Александр Королёв, военный комиссар городского округа Люберц, Дзержинский, Котельники и Лыткарина, Московской области. Вернемся через некоторое время. Напомню, что вы смотрите программу «Открытый диалог». С вами сегодня Николай Пимненко, а в студии Александр Королёв, военный комиссар городского округа Люберцы, Дзержинский, Котельники и Лыткарина Московской области. Мы подвели итоги в первой части весеннего призыва, сложного. Я помню, вы тогда приходили, и все, конечно, мы были в очень таком странном немножко состоянии, непривычная обстановка. Но, как говорится, человек ко всему приквыкает. Армия ни на секунду не останавливала свою работу, даже в самых сложных условиях. И вот начинается осенний призыв. Он уже идет с 1 октября, будет идти до самого конца года. Во-первых, почему так долго? Я думал, что месяц-два всех подсобрали и отправили. Нет. Но это утверждены законом, опять же, такие сроки. Они везде всегда постоянными бывают. Но никаких изменений не происходит. Все выстроено планово, и никаких сдвигов по времени на сегодняшний день пока нет. То есть начали организованно, начали, еще раз повторю, по той же методике, по которой организовывали весенний призыв. Тем более результаты в целом, еще раз повторю, за областью подвели на уровне Генерального штаба области. Выполнило и выполнило достойно. Муниципальные образования, которые существуют здесь у нас, непосредственно, так сказать. То же самое, призыв в целом выполнили. Я доволен итоговым призывом. И в этот раз мы считаем, что тоже должны справиться. И все у нас возможности для этого есть. То есть накоплен соответствующий ресурс путем заблаговременной работы, заблаговременного оповещения ребят, которые пребывают сейчас на призывные пункты. Хорошо, сейчас вот с первого числа ушли повестки, я так понимаю, официально, да? Нет, повестки у нас уходят раньше. Раньше. Существует специальный, так сказать, цикл подготовленный для того, чтобы все эти мероприятия делались заблаговременно. Но приглашайте вы конкретно их после первого уже. Да, да, да. Я понял. То есть они их получили и приходят к вам. Да, происходит процесс изучения призывного ресурса до того, когда начинается призывная сама компания. Сейчас мы уже работаем с людьми, которые уже прошли медицинское освидетельствование. Какие-то проблемы, в части, касающиеся медицины, то же самое, так сказать, они урегулировали. Пришли в военный комиссариат, мы им просто выдали направление на сдачу анализов в наши лечебные заведения нашего города. И они прибывают уже готовые на призывную комиссию. То есть уже укомплектованные... А входит, кстати, я понимаю, входит туда анализ на коронавирус? Конечно, конечно. Ну, естественно, это же новое требование обязательно. То есть здесь вопросы даже не могут быть. Потому что, приходя сюда на сборные пункты, военкоматы, ну, естественно, мы же всех проверяем, как бы, и тут внимательно изучаем. Сколько человек в день у вас приходит, если все приходят согласно повестке? Вот каждый день, наверное, от каждого, значит, медицинского работника, который откомандирован из медицинских учреждений города в военный комиссариат, каждый медицинский работник имеет норму определенную приема граждан. То есть эта норма составляет до 50 человек. И сейчас я скажу, что работают врачи интенсивно, работают очень по многу, по 50 человек. А то иногда бывает даже, что задерживаются и больше получается в силу каких-то причин, когда, допустим, приходят родители, какие-то вопросы, которые, так сказать, неясными являются на этот период. А родители могут прийти? Как бы иногда отдельно взятые такие в этих эпизодах, когда... Я что-то помню, что в наше время, по-моему, родители и близко не подпускали. Нет, нет, не ограничиваю в этом плане. То есть, если какой-то диагноз, что-то неправильно? Стараемся, конечно, эту ситуацию совместно решать, потому что бывают вопросы, бывают какие-то проблемные вопросы, бывают какие-то требования, чтобы не создавалась какая-то социальная напряженность в этом плане. Не пугали людей, службы вооруженных сил. Потому что все объективно, все коллегиально, все в присутствии работников. А эти врачи, они каждый раз новые рекомендуются или уже традиционный какой-то набор? Давайте так, вот пользуясь случаем, кстати, я хочу поблагодарить главного врача нашей Люберецкой больницы городской. Он недавно прибыл, вот у нас он, но мы общий контакт с ним нашли. Сразу были выделены те специалисты, которые потребовались туда именно по моей заявке. Все высококвалифицированные, общая численность укомплектована на 100%. Это все специалисты, еще раз говорю, лечебных заведений нашего города. Ну, процентов 30 из них это те, кто уже работал в военкомате. Процентов 70 вновь прибывшие, которые не имеют опыта работы. И вот это, конечно, оно как бы играет определенную роль в том плане, что им тоже нужно входить. И из-за этого происходит, конечно, там и задержка, так сказать, по времени иногда бывает, остается. Потому что каждое личное дело, личное дело это бумага, а конкретно взятый человек, он требует дополнительного, как говорится, вмешательства, чтобы выслушать, разобраться и принять правильное решение. Вот тут возникает вопрос, мы никуда не можем от него деться, прошу его тоже правильно понять. Не присутствует ли здесь какая-нибудь коррупционная составляющая? Потому что если врачи частично одни и те же, наверное, с ними можно как-то договориться и написать какой-то диагноз. И таким образом спасти своего ребенка, как думают некоторые родители от армии, ну, немножко денег потратить. Любой призывник, любой гражданин, приходя сюда, вот, так сказать, в военкомат, он получает направление на медицинское обследование, в лечебное заведение. То есть он может, как и любой гражданин, высказать любую проблему, любое заболевание, любые, так сказать, вопросы, которые вот его волнуют. Врач, который находится в военкомате, он обязан ему выписать направление по месту жительства в то лечебное заведение, конкретно взятому врачу. Ну, и там уже непосредственно, так сказать, принимается решение коллегиально врачебным сообществом, какой диагноз, так сказать, ему ставить и в конечном итоге какую категорию годности медицинскую определять. Когда он приносит соответствующие документы сюда, в военкомат, определяется категория годности в военном комиссариате и выносится на решение призывной комиссии. То есть масса людей задействована для того, чтобы вот эти вопросы были прозрачными. Народным языком. Как можно сегодня отмазаться от армии? Есть такие случаи? Вы их как-то фиксируете? Или это исключительно правоохранительные органы этим занимаются? Отмазаться от армии? Ну, отмазаться от армии, я не знаю. Кстати, я не советую никому отмазаться от армии, пользуясь случаем. Дело в том, что скажу. Вот многие ребята, которые получили категорию годности В, когда-то ограничено годен к военной службе. То есть, другими словами, вот он не годен к военной службе в мирное время, а годен только в военное. Ну, когда уже? Сейчас эти... Вот я скажу толпы, может быть, конечно, это и громко сказано, но большое количество этих ребят приходят в военкоматы и просят переосвидетельствовать для того, чтобы изменить эту категорию. И дело в том, что пока молодой еще, так сказать, человек не до конца в обществе себя находит, а становится чуть постарше, он начинает, как говорится, думать о дальнейшей своей судьбе. Вот это идти в правоохранительные органы, идти в какие-то другие органы, на государственную службу, то, что касается... Да, где-то в органы МЧС, пожарную охрану, да у нас сколько угодно таких должностей, которые мужчины выполняют, и достаточно престижные профессии. Там должна ставиться галочка, что ты служил? Либо в силу каких-то причин не служил, но эта категория годности, о которой вы говорите, что отмазывают, она не подходит. И сейчас вот эта вот дилемма, с которой сталкивается большая масса народов. Потому что, ну, все это, как говорится, со временем приходит, становится на свое место. И в дальнейшем, я думаю, так, что вообще органы, любые государственные службы, муниципальные органы, так сказать, ну, востребованность людей, которые имеют какое-то патриотическое начало, имеют желание, так сказать, служить Родине. Потому что все равно это служба, государственная служба, она есть служба, служба, она исходит из слова служить своему отечеству. Давайте сравним с весенним призывом и вот с нынешним призывом, куда, если это можно, если эта информация не является государственной тайной, куда обычно направляют призывников, попадают ли они в действующие части, какова их карта распространения, и, естественно, второй вопрос, могут ли они попасть куда-нибудь в Сирию, например. В действующие части, на все части действующие. Ну, я так назвал документы. В определенный срок это, так сказать, офицеры, которые служат, кадровые, которые служат несколько десятилетий. То есть, потребности есть, естественно, но это отдельная, так сказать, ситуация, когда люди самостоятельно подписывают контракты, уже имея опыт, как правило, уже имея опыт, находясь там, да, или здесь, но уже, так сказать, заслужим, потом через какое-то время, работая в народном хозяйстве, потом опять приходят сюда, мы с ними заключаем, так сказать, готовим, правильно сказать, документы, и заключают контракт в Министерстве обороны для прохождения дальнейшей службы по контракту в каких-то специализированных частях, которые выполняют задачи. И мы сейчас говорим по поводу ребят, которые идут на срочную службу. Да, да, распределение. Да, распределение. Оно немножко меняется, конечно, в отличие от весеннего призыва. У нас сейчас больше ребят пошло служить в ракетные войска стратегического назначения. В войска ради электронной борьбы, такие вот войска. То есть, такие вот войска, войска связи, например. Вот обратите внимание, что это все войска, которые требуют дополнительного технического знания, технической подготовки. Это ребята, которые заканчивают даже учебные заведения среднего профессионального образования. Ну, их деятельность дальнейшая будет сопряжена с техническими какими-то, так сказать, средствами где-то на... Даже в народном хозяйстве. Поэтому на призывных комиссиях, как правило, мы выслушиваем внимательно пожелания этих ребят. И уточняем, где и откуда они прибыли к нам, чем они занимались до этого. Как бы это диалог просто такой, диалог, который, так сказать, осуществляется взрослыми людьми с ребятами. Для того, чтобы потом в дальнейшем итоге вот эта служба вооруженных сил в течение года, она была востребована, понимаете. То есть, она потом пригодилась в дальнейшей жизни этого человека. Не просто так вот, как они говорят, выкинута. Ну, есть такая категория людей, которая считает, что это выкинуто из жизни время. Ну, я считаю, это не так. Ну, мы заканчиваем. У вас есть возможность обратиться ко всем нашим телезрителям, которые сейчас, молодые особенно, получают повестки, к их родителям, чтобы вы им сказали, как военный комиссар. Вот как военный комиссар, конечно, я скажу, что служба в армии является почетной обязанностью гражданина. Вот наша армия, она уже другая. Поверьте, дело в том, что все эти слухи, которые, так сказать, иногда бывают распространяются какими-то отдельными средствами массовой информации, в быту что-то вот друг от друга передается. Посмотрите, во-первых, оснащена новыми образцами техники и вооружения. Дети ваши идут, и сами призывники служат на таких образцах техники, которые существуют только в армии. Потом они приходят, когда из армии в народное хозяйство, они везде практически востребованы. Потом это первый вопрос, техническая сторона дела. Значит, виды рода войск разные, от Тихоокеанского флота до Балтийского, сухопутные войска. То есть войска МЧС даже в этом году есть, то есть конкретные специализированные войска, войска Национальной гвардии. То есть это то, что может ребятам пригодиться в дальнейшем. Еще раз говорю, те, кто идут именно непосредственно, так сказать, в какие-то силовые структуры, готовятся на перспективу. Ну и так далее. То есть вот эти вот вопросы, они как бы учитываются здесь нами. Потом дальше, то, что отслужив год, преимущества имеют те, кто отслужил в вооруженных силах. То есть при приеме, в высшие учебные заведения и так далее. Ну что ж, будем надеяться, что зимний призыв, осенний призыв пройдет хорошо. А на следующий весенний призыв, когда вы придете к нам в гости, мы уже забудем о коронавирусной инфекции. Может, к тому времени уже будет гораздо проще ситуация. Все меры приняты, предосторожности, действительно. Там высококвалифицированные специалисты сидят, посмотрят, правильно, так сказать, оценят ситуацию. Все будет. Состояние здоровья, да, правильно проверят. И все будет. Спасибо большое. Военный комиссар городского округа Люберцы, Дзержинские котельники и Лыткари на Московской области Александр Королев рассказал нам о том, как идет осенний призыв. Он продолжается. Напомню, будет продолжаться он до конца года. Если вы получили повестку, то у вас есть возможность даже, наверное, как-нибудь и воочию встретиться. Спасибо вам большое. Всего доброго. Это была программа «Открытый диалог». Редактор субтитров А.Семкин